Уровень потребления алкоголя населением Республики Беларусь продолжает оставаться высоким. Объем потребления спиртных напитков на душу населения с 1995 по 2012 годы увеличился с 6 до 11 литров. Огромный ущерб, который наносит алкоголизму обществу, обуславливает государственное значение проблемы. Уровень потребления алкогольных напитков за последние десятилетия значительно выросла, почти в два раза. И, конечно же, имеет огромные материальные и нравственные потери для государства и для каждого в отдельности человека, пьющего, злоупотребляющего. С целью формирования негативного отношения к спиртным напиткам и утверждения здорового образа жизни человека без зависимости, с 1 по 6 июля на Брещене проводится акция, приуроченная к единому дню профилактики алкоголизма в Беларуси. Семинары, пресс-конференции, круглые столы, кино-видеопоказы, тематические вечера, уроки и часы здоровья – это далеко не полный перечень мероприятий, которые должны помочь в решении данного вопроса. В городе над Бугом 1 июля на пресс-конференции в Центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья были озвучены основные аспекты и масштабы проблемы. Сегодня мы должны обратиться ко всей общественности с тем, чтобы пересмотреть свое отношение и каждый должен сделать соответствующий вклад в это общее дело государственной политики по сокращению потребления алкоголя и все сделать возможное для того, чтобы в нашей республике на Брещене стало как можно меньше пьющих и злоупотребляющих алкоголь людей. Как известно, болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Важно осознавать, что многое зависит от личной ответственности и сознательности, а также воспитания подрастающего поколения, в том числе и на собственном примере. Безусловно, борьба с алкоголизмом – дело не одного дня, тем более учитывая тот факт, что большинство зависимых людей не признают болезнь и не хотят лечиться. Для выздоровления же в первую очередь необходимо желание самого человека. А врачи-наркологи, психологи и психиатры в любой момент готовы оказать высококвалифицированную анонимную помощь и поддержку.